Всем привет! Хочу достаточно коротко, сжато, там нечего особо анализировать, но систематизировать то, что публично говорит в своих выступлениях новокоронованная, самокоронованная лидер российской навальницкой оппозиции, вдова Алексея Навального, Юлия Навальная. Уже можно судить ответственно, как статистически можно оценивать, уже это не оговорки, уже это такая позиция, может и не ее, а, допустим, Волкова или вот этой всей стаи патриотов Русского рейха прекрасного будущего. Эту позицию можно проанализировать по трем ее публичным выступлениям после сообщения о том, что ее мужа не стало, ну и по всеобщей версии он был так или иначе убит Путина по его приказу и так далее. Первая была встреча с Джозефом Боррелем, значит, вторая была встреча с Джозефом Байденом и третье выступление было перед Европарламентом, вот последнее, и тут уже можно уверенно сказать, что чего придерживается Юлия Навальная, какие месседжи она будет нести Западу о России прежде всего. И насколько нам это выгодно или невыгодно, мы рассматриваем всех россиян с точки зрения помощи, пользы для Украины или ее отсутствия, или вреда, допустим. Очень коротко, что сказала, просто тут, наверное, наиболее такое, да, еще выступала она сама после сообщения о смерти мужа с холодным абсолютно лицом, но это опять, я это никак не рассматриваю. Они такие, ну, это они вообще такие, как бы, мы не должны их с собой сравнивать. Так вот они воспринимают, допустим, смерть своего близкого человека, которого сами же благословляют, как мы знаем, как Христо Грузев рассказал, она знала, что могут посадить и убить, сама об этом говорила. И спокойно его туда отправила, без, как бы, всякого шанса на сопротивление, на освобождение, просто впасть. И поэтому, наверное, такая реакция, ожидаемое ею событие, ожидаемая реакция. Но мы это опять не будем разбирать ни с какой моральной точки зрения, это их мораль потусторонняя, мораль, ну, другого вида, что ли, какого-то говорящих, млекопитающих на этой земле. Так вот, Юлия Навальная рассказала в Европарламенте, как победить Путина. Вот главное, что она сказала, убийство Навального показало, Путин способен на все, с ним нельзя вести переговоры. Но, конечно, что до этого он творил в Буче, в Мариуполе, в Изюме, везде, где были его террористические людоедские войска, конечно, не показывало, что Путин людоед, и что это они самодеятельностью занимались, а приказы не отдавал ни Путин. Ну, так может и тюремщики занимались самодеятельностью, может и не Путин отдавал приказы, что же так сразу на дедушку-то наезжать, да? Но это ее дело, вот ее версия такая. Теперь стало ясно, что с ним нельзя вести переговоры. Наконец-то, несет она эту мысль западным политикам и журналистам. Далее. Вы не должны быть скучными, не победить Путина новой резолюции или пакетом санкций, вы должны быть инноваторами, как Алексей. Но Алексей великий инноватор, мы знаем, что главное его изобретение в политологии будет всегда считаться его техничный увод людей с улиц после убийства Невуцова в интернет, на пересмотр унитазов Путина в дворцах, где он никогда не жил, на разболочение коррупции в производстве оружия и так далее, и проще абсолютно ненужные для мира и даже вредные чепухи, да? Ну окей, инноватор. У Путина нет морали. Мы имеем дело не с политиком, а с кровавым мусором. Но это все к пункту первому. Путин глава ОПГ, это так и есть. Отравители-убийца, тут с ней нельзя не согласиться. Мафия, мафиозные деньги. Значит, надо использовать методы, которые применяются для ворвы с оргпреступностью. Не с чем тут поспорить. Очень важно преследовать людей, близких к Путину, держать ли его денег, оборвать связи со всеми, кто работает с Путиным. Не должны ни ноты дипломатические, расследование незабутных финансовых схем, не озабоченность о поиске конкретных пособников мафии и так далее. Все тут понятно, все очевидные вещи. Далее. В этой борьбе у вас есть надежные союзники. Это десятки миллионов россиян, которые против Путина, против войны, против того зла, что он несет. Вы не должны их не преследовать, а наоборот должны работать с ними. Покажите мне, где собрались эти десятки миллионов россиян, на каких улицах они протестуют, хотя бы даже в Европе. Покажите мне, как они протестуют, где нет никакой опасности, где их ректалантов или релокантов, там миллионы по их версии и так далее. Нигде ничего нет, но ладно, максимум 20-30 человек собирается. В самых местах, где концентрировано русских, много, типа вот этих против военных. Значит, кто их преследует, ну я не знаю, можно ли назвать это преследованиями. Ну некоторые дискомфорты у них в жизни, наверное, наблюдаются. Они везде, есть латте, русские бильярды и так далее. Ну окей, поэтому мы тоже слышали все. Дальше Путин должен ответить за то, что он сделал с моей страной. Он должен ответить за то, что он сделал с соседней мирной страной. И за то, что он сделал с Алексеем. Ну дальше там про прекрасную Россию в будущем. Она сделает все, чтобы мечта Алексея воплотилась, а мы остановимся на главном. Я далек от мысли, что я смогу переубедить каких-то европейских политиков или даже журналистов. Они будут как дятлы, извините, восхищенные, как дятлы, ударенные Достоевским много раз в одно и то же место. И всякая русская литература и хернёй другой. Будут вот эти теории маленьких людей, которых просто забиты. Вот они восстанут, наверное, когда-то. Ну еще лет 500 подождать, еще несколько мировых войн. И тогда может быть такое, да. Но надежда в дураках умирает последней. Поэтому я просто приведу аналогии поведения их всех. И конкретно просто взятых двух персон. Путина, убийцы фактически Навального. И Юлий Навальный, которого он убил фактически мужа. Что же мы видим? Мы видим тут абсолютное эстетическое совпадение. Следите за речью. Ну уже можно, да. Уже 4 выступления всего. И ни в одном выступлении она не произнесла слово Украина. Ни в одном. На что это похоже? А это похоже на то, что Путин никогда старался не произносить слово Навальный. Так в пещерных сообществах, мафиозно-пещерного типа, где сила превалирует, насилие, грубость, злость и так далее. Так поступают в двух случаях. Когда боятся. Я не думаю, что Навального Путин всерьез боялся. Но ничего за ним там не стояло. Даже с Занецовым шло больше людей в десятки тысяч раз. Либо презирает и хочет показать свое презрение с пещерником. И как бы транслировать его всем. Вот это скорее был второй случай. Хотя Навальнице настаивают на первом. Но бог с ними. У них свой мир вообще. И вот что наблюдается. Навальная упорно не говорит слово Украина. Она теперь придумала, как называть. Может быть она еще раз это еще раз повторит. Запомните эту аббревиатуру СМС. Вот это такой Путин стайл. Соседняя мирная страна. Ни название Украины, ничего. Соседняя мирная страна. СМС. К. Украина. Которую топит в крови убийца же ее же мужа. Но она больше подражает. Больше ментально ассоциирует себя с этим пещерным сообществом. И с ее фюрером. Которого, как она утверждает, многие очень не поддерживают. Что является статистической и фактической неправдой. Эта неправда она будет апеллировать. Полностью подражая в стилистике Путина. Это нужно просто нам самим понимать. Западники в этом нам, я думаю, не составят компанию. Но когда-нибудь подойдет. Наверное, поздно. Но хотя бы мы без иллюзий должны жить. Это абсолютно ментальная копия Путина. И не она одна. Это просто фронтмен. Спроси у любого Волкова. Он будет говорить то же самое. И всех его волчат. Точнее, сучат или шоколят. На Волкова они не очень похожи. На Волкова. Похожи на Волкова. Кстати, выступал. Сегодня опять денег просил. Он просто аферист. Я не знаю, как ему. Я бы ему рубля не дал бы в любые времена. Даже копейки просто. Но люди дают. Ну окей. Но я думаю, что дают больше не простые люди, а непростые люди. Но это опять другая история. Не будем в далекие дебри уходить. Закончим короткий обзор тем, что никогда мы не услышим от Навальной требования отдать Украине на защиту и на отражение агрессии, и на победу над путинским режимом, как она его называет, ненавистным якобы всем россиянам, вот этих денег, 300 и больше миллиардов долларов. Никогда мы от нее это не услышим. Потому что это деньги ее любимого рейха будущего. Никогда мы не услышим от нее слова «контрибуция». Потому что это рейхс-канцлерин или рейхс-фюрерин, я не силен в немецком. В немецком, потому что Германия, прежде всего, их приютила и будет их опекать, я думаю. И продвигать всякие шольцы, которые тоже верят в прекрасный русский народ и не верят в Таурус, и не верят в право украинцев жить. По большому счету. Значит, никогда мы не услышим еще такой вещь, что, да, в общем, слушайте, даже не буду ничего перечислять, ничего нормального, человеческого, мы от нее и ее соратников не услышим. Этот бизнес на нашей крови, этот имитаторский бизнес, так называемой оппозиции, новолинческой, будет работать исключительно на себя, ну и немножечко на рейх, которые не мнят каким-то своим, значит, будущим логовом, прекрасный, обновленный, с евроремонтом, как они мриют, пещере, пещере, да. Конечно, мы никогда не услышим от нее помощи с Бройным силам Украины, но только если совсем не припрет, и уже совсем будет нельзя отрицать, как и Навальный, когда уже после 24 февраля нельзя было отрицать войну с Украиной, что-то там выдавливало себя против войны, опять же, избегая максимально слова Украина, один раз он же употребил, что ли, или два за все эти два года, да, за всех своих этих бесконечных постах из ШИЗО бесконечных, да. Вот такой вот цирк, кровавый цирк, гастролирует по миру, мы его не остановим сейчас, по крайней мере, но мы должны говорить правду и вот эти смыслы доносить. Приглядитесь, западники, приглядитесь, журналисты, политики, она не говорит слово Украина. Она что, боится Украину? Или она Украину презирает и желает ей исчезновения? То есть в ее представлении Украины не существует, существует некая СМС, да, но это высшая степень презрения, когда они так говорят о ком-то. Вот придумала Украине кликуху. Я думаю, что Украина и вообще история никогда ей этого не простит. Простите за жесткость, но мне кажется, я просто сказал правду. Спасибо за внимание, лайки, репосты, донаты, все такое.